Олег Петрович, скажите, вот создание вами вот этой системы управления огнем, именно это вас мотивировало для того, чтобы начать создавать уже собственный беспилотный авиационный комплекс? Мы двигаемся ступеньками, да вообще все в жизни происходит последовательно, не бывает, как это говорят, бах и за 9 месяцев или за 1 месяц ребенок, все это идет последовательно. Вот мы получили на Нептуне инерциальную систему, головку наведения, радиовысотомеры, систему питания двигателя и так далее. Что такое беспилотник? Нептун это беспилотник, просто скоростной, низковысотный беспилотник. Если теперь говорить о беспилотнике, в том смысле, в котором их понимают многие, так в обиходе будем говорить, и профессионально понимают военные, это средство, действительно беспилотный летательный аппарат, имеющий средства целеуказания, обеспечения, наблюдения, фиксации, передачи данных в онлайн режиме, как это сейчас говорят. И естественно, мы вышли с таким предложением. Вот оптико-прицельную станцию мы изготовили и разработали под вертолетный комплекс противотанкового выражения, а в Нептуне мы имеем вот те составные части. Вот, пожалуйста, спроектировали. У вас все отработано, да? Да, все составные части беспилотника отработаны. Есть ракеты, есть оптико-прицельные станции с лазерной системой наведения. Теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате. Спроектировать летательный аппарат для КБЛУЧ это вообще абсолютно не проблема. Если мы проектируем летательные аппараты больших размеров, большого веса, летающие, вращающиеся вокруг оси с большой скоростью угловой и так далее, то спроектировать обыкновенный летательный аппарат, будем говорить так, обыкновенный, ну, будем говорить, хорошего качества, который, вы знаете, уже в 20-х годах могли проектировать с хорошими аэродинамическими качествами по профилям ЦАГИ самолеты. А уж сейчас при наличии программного обеспечения, когда можно продувки сделать не в трубе, а по программе, наличии той же трубы аэродинамической, которую мы практически уже не используем, потому что на это есть достаточно мощное программное обеспечение. И спроектировать аппарат такой, на нем расположить двигатель, скорее всего, это турбовинтовой двигатель должен быть, или поршневой, может быть, это все зависит от экономики топлива. Оптика, прицельная станция, те же самые, скажем, платформа для подвески ракет, это средства питания двигателя, это инерциальная система, это средства передачи данных, вот вам беспилотник. Уровень полезной нагрузки в данном случае подразумевают только пусковые под ракеты и ракеты, остальное все входит в основной аппарат. То есть мы считаем, что мы должны иметь возможность вести 4 ракеты, подвес каждой стороны. Ну, учитывая вес их примерно 50 килограмм, то это и получается 200-250 килограмм. Такой должен быть летательный аппарат. Такой аппарат мы спроектировали. Ну, если по классификации, которая идет во всем мире, начиная от американского предетера, и израильского гермеса, французских аппаратов и других, то, наверное, это уровень, будем говорить, баражирования на очень большом отрезке времени, большая дальность, большая дальность связи. Приблизительно на какую дальность вы замахнулись, на какое количество... Ну, мы замахнулись практически на сутки, будем говорить, полета, учитывая, что такие летательные аппараты летают со скоростью 150-200 километров в час. Можно умножить 24 часа на это и получим дальность самолета. Мы собираемся показать макет на выставке с бровью без ПК. Мы сейчас согласовываем площадь с «Окробронпромом», и я надеюсь, ту площадь под наши разработки все-таки выделят, и мы тогда в натуральную величину покажем такой самолет. Скажите, если бы сегодня к вам военное ведомство обратилось и заказало, и, как я понимаю, сначала «Окор» нужно заказывать, да? Ну да. И потом сразу от момента начала «Окор» и до принятия на вооружение, вот сколько бы вы, ну, по вашему мнению... Я считаю, что вполне реально принять на вооружение такой самолет в течение полутора лет. Ну, начать летать там через 9 месяцев, скажем так, и еще оставить там 8-9 месяцев оставить на все испытательные работы и отработку. И после этого, я считаю, что можно... Кстати, я не назвал у каждого беспилотного летательных аппарата, существуют и системы управления ими. То есть это командные пункты, которые существуют и в турецких, и в американских, и во французских, и в других летательных, и в российских. Вот. Поэтому, опять-таки, мы говорим, у нас есть такой пункт управления. Вот, «Нептуне» — это специальная машина, которая обеспечивает управление пусковыми, средствами связи обладает. Все это вот, пожалуйста, берем именно такой, вот один к одному такой командный пункт и просто вливаем другие программы. Но сами разработчики беспилотной техники считают, что сделать планер — это где-то порядка 15% как бы работ. То есть фактически мы можем говорить, что у вас где-то на 85% все отработано приблизительно, да? Совершенно верно. Вы говорите правильно и с точки зрения технического объема, и с точки зрения финансового объема. То есть если взять стоимость любого такого беспилотного летательного аппарата, то мы увидим, что на планер и на двигатель уходит 10-15%. Остальное все идет на оборудование. Продолжение следует...